Всем привет инфотеррористы, главный миф про США рухнул. Непонятно как они теперь будут защищаться от НЛО, если не могут защититься от мексиканцев. Ладно, шуток про Техас не будет, все что могли уже пошутили. Тема разъединения штатов очень серьезная, поэтому по ссылке в описании скидываемся на дроны для подразделений Национальной гвардии Техаса. Напомню, что у нас еще американские выборы впереди. За полгода благодаря вашим донатам я смог наконец себе накопить на стрижку, теперь сможем и Техасу помочь. На этой неделе отдельная благодарность ультрабанану, хорошо, что не ультраогурцу, и в общем от души душевно в душу. В прошлом выпуске «Что творится в США» мы с сами смотрели на прекрасное демократическое благоустройство на улицах Америки, а также на свободных людей, которые живут в палатках. В этот раз мы посмотрим на их разборки и чему у них можно научиться. Снова в США бомж на асфальте. У них должны быть выборы в 2024 году, но выборами это, если честно, назвать сложно. Смотря за происходящим в США, кажется лозунг у Трампа в этом году должен быть «Save America Again». Всегда было интересно, почему немецкие политики не идут на выборы с лозунгом «Сделаем Германию снова великой». Дональд Трамп уже пообещал после своей инаугурации начать в США крупнейшую операцию по депортации. Получается специальная военная депортация. «Полностью провалился. Полностью». Кроме этого Трамп уже готовится остановить войну с Россией. Интересный лозунг. «Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду». Также он готовится к масштабной торговой войне с Китаем, который просто просит отстать от Тайваня. «Его зовут ***, только пишется через два хэн». В свою очередь Байден пытается засадить Трампа в тюрьму, шьют ему домогательство, организацию штурма Капитолия, обвиняют его публично в связях с Россией. В ответ на Байдена выходят статьи, что он посещал остров у тех Джеффри Эпштейна вместе со Стивеном Хокингом. Что делал там последний? Загадка черной дыры. Что же вспоминать Андрея Дыркача, который публиковал пленки Порошенко Байдена о коррупции в Украине? Мне кажется, на фоне всех этих разборок в комнате грязи, которая была якобы во дворце Путина, можно проводить молебен. Настолько она безобидно выглядит. Сам же Байден успел за свою каденцию развязать несколько войн, но это фигня. Главное, что американцы когда-то обещали план Маршалла. Они же реально говорили, что хотят установить мир во всем мире, справедливую глобализацию, убрать бедность и нищету, установить экологические, социальные, глобальные стандарты. Это, конечно, все очень прекрасно и я полностью поддерживаю, поэтому с удовольствием хочу научиться жить так, как живут американцы. Вот, например, в Нью-Йорк-Посте вышла статья, что один из районов города превратился в гигантский туалет, когда мигранты мусорят какашками автоматический перевод, оставляют чашки мочи на порогах дома, все больше это напоминает улицу Жоля Верна в Киеве. С весны 22 года по сегодняшний период в Нью-Йорке на улице уже собралось 100 тысяч мигрантов из Южной Америки и Западной Африки, причем они собрались в пределе одного района и проблема в том, что им можно было посещать туалет и душ в миграционных центрах, а теперь запретили. Видимо, решили, что и дождя хватит. Естественно, люди начали жаловаться в соцсетях, что идя по улице даже в соседних кварталах чувствуется вонь, и все потому, что убрали биотуалеты, которые сложно было обслуживать, и они просто выглядели вот так вот как-то. Уж слишком свободно. И теперь улица принимает удар на себя. Запомни, ты теперь мигрант, ты теперь с улицей, а кругом говно. Я не знаю, возможно, Байдену и нравится этот запах, и именно по этой причине он поддержал Майдан в Киеве и сейчас заставляет Техас убрать колючую проволоку на границе с Мексикой, готов ехать сам уже и его руками просто рвать. Не знаю, говоря про мигрантов в США, многие сейчас стали жить именно в аэропортах. Не знаю почему, но, наверное, как Том Хэнкс. А что можно сделать в аэропорту диктаторской России? Хотя можно спросить у Эдварда Сноудена. В аэропорту, в аэропорту. На прошлой неделе у нас как раз был конкурс, связанный с мигрантами, но в Германии нужно было угадать, в каком городе произойдет инцидент и угадали такой маленький город, как Ульм. Там несколько арабов взяли людей в заложники и куда-то увезли. Либо кто-то что-то планировал из наших подписчиков. В любом случае победил этот парень. Он написал, что произойдет инцидент в Ульме, поэтому напишите мне по ссылке в описании. Есть там мой телеграм-канал, там моя личка. Получите заслуженную тысячу рублей. А кто на телеграм не подписан никогда не получит тысячу. Вернемся к США. Там куча хороших новостей. Например, мэр Нью-Йорка погасит долги за медицинские услуги на сумму более 2 миллиардов долларов для сотен тысяч жителей Нью-Йорка. Кто не знал, у лучших реформаторов в мире, откуда приехала Супрун, по всей стране долги за медицину в общей сложности 195 миллиардов долларов. Вы знаете, это как если бы на приеме ты такой, спасибо доктор, должен будешь. В общем из 195 миллиардов 2 погасит мэр Нью-Йорка. Это погасит для тех семей, у которых низкие доходы или которые недостаточно застрахованы. В США страховка на лечение покрывает не все, если кто не знал. Там элементарные процедуры, вызов скорой, например, может стоить 5 тысяч долларов и страховка покрывает только половину. Жду, когда молодые либералы придут к власти и поменяют негодную российскую систему на офигенную американскую, чтобы русские, у которых медицина бесплатная, смогли узнать, что такое долги по медицине. Потому что сейчас их у них нет, а это уже то самое неравенство, с которым нужно бороться. Поймут, что вызов скорой – это просто такси с мигалками. Вообще у американцев многому можно поучиться. Например, строительству. Они умеют делать это красиво. В Los Angeles Time вышла статья с заголовком «Как белые состоятельные водители загрязняют воздух, которым дышат цветные жители Лос-Анджелеса». Почему так? Просто раньше в Америке всегда строили большие шоссе, трассы, магистрали, какие-то развязки в бедных районах. То есть делили районы на сорта. Теперь жители более белых, более богатых районов могут спокойно жить, дышать свежим воздухом и подальше находиться от всяких развязок и шоссе. А на работу ездить через квартальчики потемнее. Кстати, похожая история встречается в Израиле. Там все самое плохое оставили арабам. Или вот отличная статья с таким заголовком «В США рекордно дорогое жилье и рекордно много бездомных». А всему виной – сегрегация. Прикол в том, что та самая одноэтажная Америка в свое время строилась для богатых. Зато благодаря фильмам теперь у нас не одно поколение думает, что так живут все американцы. Округа, выделенные под строительство частных домов в США, в свое время расширялись и туда съезжались, как правило, более белые и более богатые люди. А переселению остальных граждан мешала дискриминационная система кредитных рейтингов. Да-да, тех самых кредитных рейтингов, про которые рассказывают, что это только есть в страшном каком-то Китае, хотя в Китае и близко ничего подобного нет. Еще совсем недавно по историческим меркам в США запрещали продажу домов представителям определенных рас или национальностей. В общем, как будто бы писали на авито только для людей славянской внешности, но на государственном уровне. В общем, аналитики приходят к выводу, что сегодняшняя проблема с тем, что куча людей на улице, непонятно кем заселен центр – это все из-за политики попередников, из-за этих всех дедушек, и пап. Как раз Байден, кстати, был тогда в те времена, наверное, главным зачинщиком. Хотя не, он и в те времена был дедом. Сейчас, по разным оценкам, в США не хватает до 6 миллионов единиц жилья. Зато они легко могут найти желающих колонизировать Марс. Проблема лишних людей решена. Если бы мы были в России, то рассказывали, что нужно стимулировать строительство жилья, власть ничего не делает, нужно выделять дотации. А в США можно просто раздать на улице коробки. Свежие две новости. Покупка жилья в США в 2023 году упала до рекордного минимума с 95-го года. В России спрос на загородное строительство в 2023 году стал рекордным за всю историю рынка. Такое ощущение, что это против США вводит полмира какие-то санкции. Но если серьезно, я так понимаю, это тот самый план Маршала. Сравнивают города с землей на других континентах, чтобы все были равны. А то живете, понимаешь, в своих Сербиях, Украинах и Россиях. Поживите в трейлерах. Мир должен быть равным. Кстати, где туалет в трейлере? В Техасе, ну или в Техасской Народной Республике, проблемы не только с мигрантами, но и с экологией. За последнее время в США было рекордное количество техногенных катастроф. Как же так вышло-то, бля? Вы, наверное, все знали, видели по несколько раз в месяц. Никто не считал, как мы поезда, но мне кажется, что это происходит так же часто, как и с поездами. И самое интересное, что это происходит именно в Техасе, потому что недалеко от Хьюстона такой город располагается четыре завода нефтехимической промышленности. Хьюстон, у нас проблемы. Хлопцы, у нас проблемы. Это, конечно, не так называемая аллея рака, которая находится в Луизиане. Там сосредоточено 25% всех нефтехимических производств США и экологи называют это место жертвоприношением. Но, в принципе, тоже ничего. Эмнести Интернашнл назвали это экологическим расизмом. Да, опять. Просто потому, что, как правило, в этих районах как раз живут латиноамериканцы и дышат всеми этими выхлопами. Ну ничего, в Нью-Йорке тоже говном дышат. И ничего страшного. Конечно, я не живу в мире розовых пони. Такое есть по всей планете. Ну не такое, чуть поменьше. Но что интересно, в этом районе, в Техасе, где находятся эти четыре завода, в 2023 году все четверо заводов горели. Вопрос только один остается. Есть ли какая-то сфера в этой стране number one, которую бы ты не копнул, а там не барак? Обама. Простите, бардак. Выборы? Бардак. Миграция? Барак. Безопасность? Бардак. Экология? Барак. Медицина? Бардак. Поезда? Барак. За первый месяц 2024 года сходы поездов произошли в пяти штатах США. Нью-Йорк, Вашингтон, Калифорния, Техас, Аризона. Давайте вернемся к нашей карте за 2024 год, за один месяц. У нас уже пять штатов. Мы помечаем их красненьким и раз в месяц будем к ним возвращаться. И новый конкурс на следующей неделе. Давайте напишем штат, где сойдет поезд на следующей неделе. Кстати, еще не так давно в США провозгласили свою независимость автономная зона Капитолийского холма. И все уже забыли, но ребята продержались 18 дней. Общество фриков провозгласили независимость прямо в центре Сиэтла. Жаль, что такой проект так быстро схлопнулся. Считайте, что это если бы какой-то Киевский Майдан отделился под Украины. Хотя в свое время было бы неплохо. Можете, конечно, попробовать написать хотя бы одну сферу в США, которую бы я не копнул, а там не барак, ну кроме капитализации Apple. И попробуйте не подписаться на мой телеграм-канал КтоШо и канал в Ютубе. Кто этого не сделает, у того бардак дома, как в США. Пока.